Один из самых популярных и известных оппозиционных политиков Красноярского края Александр Глесков по сообщению телеграм-каналов сегодня, то есть буквально час-два назад, был задержан. И якобы в его кабинете проходят обыски в Загадательном собрании Красноярского края. Якобы причина задержания и обысков вымогательства. Больше никаких деталей в телеграм-каналах не сообщаются и особо подробностей нет. То, что могу сказать, что телефон Александр Глесков сейчас не берет, дозвониться невозможно. Последний раз в сети он был в 11 часов дня. Окружение его также не поднимает трубки и, соответственно, не отвечает на вопросы. Силовики пока не публикуют никаких сообщений. Поэтому данная информация еще, конечно, нуждается в уточнении. Вполне может быть, что проходят обыски, какие-то процедурные вопросы. Но на самом деле депутат, возможно, и не задержан. Он вот задержан, может быть, в кабинете пока ведутся там обыски. Ну, а в дальнейшем, может быть, и ничего и не случится. Но, тем не менее, сейчас это как гром среди ясного неба. Я думаю, все заксобрание на ушах. Красноярские журналисты пытаются узнать детали. Последнее появление Глескова в СМИ, в медиа, это сегодняшнее утро. Телеграм-канал Комсомольской Прадды публикует фотографию Глескова в футболке с медведем, где он в шутку предложил создать должность по контролю за медведями в Красноярске, которые стали появляться на центральных улицах. И все. А вообще-то Глесков известен как самый ярый оппозиционер, критикующий и краевую региональную власть, и местную муниципальную. Человек, которого аналитики-политологи признавали реальным конкурентом главного единоросса Красноярского края, губернатора Катюкова на выборах. Глесков занял второе место на губернаторских выборах. И, собственно, много было копий сломано того, выставит ли ЛДПР на эти выборы реального конкурента, реального сильного оппонента, имеющего электоральную поддержку, каким, собственно, Глесков и является. И вот сегодня сообщается вот эта громкая новость о том, что самый известный, самый такой отчаянный оппозиционер Красноярского края от ЛДПР задержан и ведутся в его кабинете обыски. Ранее, как вы помните, ЛДПРовцев уже задерживали. И в процессе расследования и уголовного дела в сезон находится старший товарищ Глескова, господин Нотаров. Но, вопреки всему, почему-то задерживают не единороссов, по которым есть вопросы в части отмывания денег и воровства бюджетов, выделенных на метро. Я сейчас намекаю на господина Уса, на которого уже дали показания в суде. А задерживают почему-то ЛДПРовцев, оппозиционеров, которые разоблачали как раз руководство края, указывая, что им самое место на скамье подсудимых и в тюрьме. Если вас эта тема беспокоит, а меня она беспокоит, у нас оппозиционеров с каждым днем становится все меньше и меньше, кто-то отправляется в миграцию, но чаще всего в тюрьму, иногда этих оппозиционеров даже убивают, и остается просто вот эта выжженная земля и страна непуганных единороссов, которые позволяют себе все что угодно и остаются безнаказанными. В первом закрепленном комментарии ссылка на наш телеграм-канал, где будут в ближайшие часы появляться обновления этой новости. Перейдите по описанию видео или закрепленному комментарию по ссылке, подпишитесь, будьте на связи. Я журналист Дмитрий Полушин. Всего вам доброго.